МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кругшитовский триатлет Сергей Пихитько стоит у истоков зарождения этого вида спорта в Казахстане. Он был в числе первых спортсменов, которые из раза в раз штурмовали международные подиумы. А сегодня уже его воспитанники в полный голос заявляют о себе на мировых стартах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Пихитько. Родился 2 июня 1978 года в городе Кукшетал. Мастер спорта международного класса по триатлону. Чемпион Азии в командной гонке. Серебряный призер чемпионата Азии. Многократный чемпион Казахстана. Старший тренер школы триатлона. Помощник главного тренера сборной республики Казахстан по триатлону. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала 2012 года здесь, в области, я являюсь старшим тренером отделения и главным тренером области по триатлону. Значит, плюс ко всему я являюсь помощником и главного тренера по триатлону Соловьева Юриктовича. Вот, то есть, естественно, главный тренер Соловьева Юриктовича, я помощник главного тренера. Вот, как бы, поставили меня, вот, именно вот эти вот должности все, вот, в этом году только, да, я долго к этому шел, как говорится, просто так не ставят людей, да, кто хочет быть главным тренером или старшим тренером, да, нет, конечно, 13 лет работы тренера, и вот только после 12 лет работы меня поставили, доверили мне, вот, так говорится, команду, да, ответственность такую, и, как бы, пока я оправдываю то доверие, которое было мне предоставлено, да, то есть, результатами мы поддерживаем это. Мы планируем на следующий год, конечно, все это сделать грандиознее и показать результаты хорошие. Работаю я со старшими группами, с юниорскими группами, да, то есть, это люди 15-19 лет, вот. Вот, пока вот я нахожусь на этом уровне, да, на этом этапе подготовки, то есть, это моя работа, я ее выполняю, ну, естественно, буду с прицелом, конечно, я смотрю на старшие группы уже, да, потому что ребята и девчата, они будут расти, они будут переходить в старшие группы, то есть, в мужчины, в женщины, и мне придется с ними работать, да, то есть, ну, это нужна еще квалификация, там, еще опыт тренерский мой, то есть, это еще нужно время, то есть, пока я не готов еще работать, конечно, на уровне мужчин и женщин, то есть, пока мы работаем с юниорами и с юниорами. Сейчас у меня группа, сформировалась та группа, то есть, это в спорте, она всегда есть тогда, когда набираются спортсмены, с начальной подготовки их набираешь, их много, да, там человек, например, 20-25, с каждым годом они отсеиваются, остается тот контингент людей, которые действительно хотят, могут, есть у них поставленная цель и задача, они к ней идут. Ну, то есть, у меня сейчас осталось, получается, 8 человек, 8 спортсменов разных категорий, то есть, это юноши, это юниоры, и это женщины уже, которые переходят, и мужчины под группу до 23-х лет, а вот, то есть, значит, вот юноши у меня сейчас два парня, это Нискаков Мейерлан и Реш Виталия, это 97-98 год, это те люди, которых мы планируем на юниорские, юношеские олимпийские игры, отбор будет у нас сборов на следующий год, то есть, мы искренне надеемся и идем к этому, чтобы отобраться именно этим людям на олимпийские игры, на юношеские. Следующая под группа у нас идет юниоры, это Бесимбаев Аян, Тимиров Тимирлан, Коротков Алексей, это парни, вот, и девушки у нас Грот Оксана и Нестеренко Кристина. Это, что касается подгруппы юниоров, тоже, как говорится, такая группа очень важная, да, потому что это уже такой этап перед мужчинами и женщинами, да, то есть, их надо готовить и отслеживать их. И подгруппа U23, это, значит, Андеры они называются, до 23-х лет, это у нас Соловьева Каролина и Портнягин Антон на следующий год приходят в эту подгруппу, то есть, это уже серьезная подгруппа, там, где выступают взрослые ребята и девчата, совсем другие скорости, а совсем другие результаты. Вот, то есть, ну вот, такие вот у меня люди сейчас в данный момент находятся, с ними мы работаем, вот эти спортсмены в этом году, я повторюсь, они доказали, что они могут бороться на международном уровне, на азиатском и на европейском тоже, то есть, теперь мы будем выходить уже на, как говорится, коли уж мы засветились на азиатском и на европейском уровне, надо выходить на мировой уровень уже, да, из года в год мы будем стремиться туда. На первый международный старт казахстанские триатлеты выехали в 1993 году. Первые шаги в новом виде спорта для Сергея Пехикко стали ключевыми в жизни. Первый мой чемпионат в 1993 году, и мы там прилично и достойно выступили, то есть, на тот момент я перечислю, кто у нас тренировался, это лидер команды был у нас Сергей Бондаренко, значит, далее был у нас Сергей Вайман, точнее, потом я, Сергей Пехикко, Жапаров Ержан, Дюсенов Бауржан, Висковский Федор. Вот это те люди, которые в начале 90-х, как говорится, подымали триатлон, я имею в виду спортсмены, да, кто выступал, кто ездил на международные соревнования. Самый такой пик нашего выступления, это был 1995 год, когда мы поехали на чемпионат Азии в Малайзию, да, и оттуда привезли три места, то есть, первый, второй, третий. Первый был Дюсенов Бауржан, второй был я, и третий был Жапаров Ержан. То есть, тогда вся Азия, как говорится, всколыхнулась, откуда, почему, как, как вот так произошло, то, что Казахстан просто все три места выиграл, и вот можно сказать, с 95-го года Казахстан начали уважать на азиатском уровне, да, и вообще, в принципе, в мире начали обращать внимание, что действительно приезжает команда Казахстана, они приезжают не просто так, они приезжают сюда, бороться за гидали, за места. В 2000 году я решил закончить свою тренерскую работу, ой, спортивную деятельность, да, и по какой причине, ну, причин тогда на тот момент было много, то есть, первая причина, конечно, я немножко подустал, ну, бывает такое, у спортсменов, да, психическое приутомление бывает, да, вот, как бы, меня тренера отпустили домой, то есть, отдохнуть, восстановиться, реабилитироваться, я приехал домой, как бы, здесь немного отдыхал, все. Восстанавливался, немножко поддерживал свои тренировки, то есть, тренировался. Ну, первая причина, что тут скрывать, это жизнь, это природа, это так оно должно быть, конечно, я познакомился с девушкой, и мы начали дружить. Как меня тренера не уговаривали, что, Сергей, это все понятно, так должно быть, но ты должен тренироваться, ты должен показать результаты, ты должен ездить на соревнования, но я их не слышал, вот, все, мне надо было вернуться домой, мне надо было, я на тот момент, я так думал, и я так думал, что это будет идеально, правильно, но вот такая причина была, да, ну, сейчас я, конечно, не жалею, вот, что так произошло. Ну, что случилось, то случилось. Встреча с Ксенией стала судьбоносной. Сегодня пара воспитывает дочь Арину и сына Данила, которые так же, как и родители, посвящают себя спорту. В 2004 году у нас родилась дочка Арина, вот, то есть, все прекрасно, вот, и в 2008 году уже родился еще сын Данил, вот, то есть, двое детей у меня. Дочка Арина, она сейчас уже, естественно, она идет по стопам родителей, потому что, ну, я вижу, не вижу другого выхода для них, для своих детей. То есть, мы спортсмены и тренера, и, как бы, дети хотят тренироваться, да, вот у меня Арина, она сейчас тренируется в художественной гимнастике и в плавании, то есть, два вида, и дальше мы будем смотреть. Конечно, мама хочет, чтобы она была в художественной гимнастике, я хочу, чтобы она была в плавании, потому что каждому свое, как бы. Вот, но решили, пришли к такому мнению, что пускай ребенок тренируется и там, и там, и там, где будет лучше получаться, то есть, туда она и пойдет. Будет эта художественная гимнастика, значит, она останется там. Будет это плавание, значит, она остается в плавании. Вот. Сын, ну, сыну 5 лет, но уже с 1 сентября этого года, то есть, я его отдалю в плавание, это не обсуждается, конечно, даже однозначно сын, все, он идет только в плавание. «Человеку для счастья нужно немного», – гласит один известный афоризм. Своё счастье Сергей Пихитько строит сам, а для этого у него есть всё самое главное в жизни. Сложившаяся спортивная карьера, счастливая семья и перспективные молодые триатлеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова